Так, вот сегодня 21 мая 2018 года. Звонит ко мне кто-то, я беру трубку. Кто? А, Игорь Добунов. Выйди, что-то никогда не говорил, так обычно в дверь стучится. А тут, выйдите сюда во двор, я вышел. А у него дворюдная бабушка приехала, вот. Серыша. Как ее звать-то? Ее звать баба Люся. А? Баба Люся. Баба Люся? Ага. Люся это Людмила? Людмила, ага. Ну вот, я вышел, давайте покачаемся. Пошел я качать ей, давай. Давайте. Подержи. Покачайте. Ты смотри, больше ничего не надо. Ага, я понял. Подожди-ка, цифры бегут здесь? Вот так. Или нет? Не вижу пока. Подожди-ка. Вы сами садитесь, молодец. Да идет, все включено. Ага. Только не урони руку туда, просунил вот это. Ага, просунул уже. Под эту, с той стороны. Да так же, Молодцы, что-то, а вам скромнее. 79 будет. 79, да ты садишь. О, старше меня есть. Смотри-ка, он же. А мне уже 81 будет. Вот еще больше не будет, я все-таки. Еще-еще-еще. Не-не-не-не-не, я боюсь. Не бойтесь, не бойтесь. Все я, ну на самом деле, я вообще. Сердцем у меня может быть плохо. Все-все-все-все-все. Это дело такое, это не каждому можно. Смотри-ка, погони туда, Игорь. Первый раз сесть. Покажи, походу, голуби какие-ли. Да. Видать? Видать. Она приближается вот этим вот, верхней. Сюда-сюда по голове наполнять. И гляньте, она будет тут приезжать, отдалять. Слушай. Вот что значит в частном доме. Вот они пришли. Да мои голеньки приходят. Голи, 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 голи. Сейчас я их покормила здесь, смотри. Голи, голи, голи. Голи, 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 голи. Ничего я не говорил еще. Господин, я, если ты богом хотим, брюки. В брюках надо ходить, да, женщины? Ни в коем случае. Смотри, они какого. Мерцов. Заскоряйте. Я быстро, у меня очень, без брюки как не получается. Но брюки вот вниз, брюки надеются. А сверху, 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 сверху. Мне надо быстро, допустим, что-то вот, мне, женское. Врач, все. А мне тоже быстро, да я тоже по чем-то. Вы знаете, все. Голи, 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 голи. Сверху. Голи, голи, голи. Скорей, идите, скорее, там, летите. Голи, 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 голи. Ой, кошки какие, всякие кошки. Голи, голи. Это кошки. Там пушистый контакт. Это кошка хорошая. Да собаки гасают на людей. Да ничего. Кот туда пошел, Игорь, что-то машина там засвистела. Вперед бабу Люсю, Людмилу. Так, я же приехал, пришел-то не просто так же. Ну, Надежда Васильевна, тут пришла покачаться, а я вот под елкой сделал. Игорь Ильич, я же не просто пришел-то. А? Я пришел сказать, что заявления от Никиты нету в нашу общину, заявления нету. Его крестили. Не так автоматически. И все, и просто он сюда приехал осенью, там не записали, и сюда просто Марина записала сама. Небрежность. Да, вот так вот. Ну и хорошо. То есть, его можно в любую общину отнести. Раз он там крещен был впервые и там жил, его туда надо было писать. Почему туда не записать? Нет, по жительству, здесь, здесь. Здесь, а там он не относится, собачка сказал. Вот видишь, какая береза. Вот эту елку, я ее не садил, ничего. Это все у меня по наследству досталось. Это там он какой-то у вас. Да что это, собачья. А? Видите, какая береза? Там вот что, это какой-то, не пойму, черный, черный, это. Черная? Да, с правой стороны там. То ли это сучок, что ли, черный? Это наружное наблюдение. Вот мы сидим, а сдалека нас смотрят. Там день и ночь идет работа. Вот Игорь пошел сейчас, а его там отдельный аппарат записывает, кто был. Там вот. Там все в другом месте. Оттуда может за тысячу километров и там видеть все. Ты посмотри, что есть. Тут техника. Это называется наружное наблюдение. Еще какая. Вот она, качаются ребятишки там, а это их видно. Кто там все сделал. Это наружное наблюдение называется. А это вот у нас сады, это миндаль расцвел. Это вы сами садили? Я сейчас не знаю. Кто-то из наших садил, кто не знает. Говорят, то ли Наташа приходит, то ли кто. Девушка тут была. А это вот, который сучок. Это аппарат, глазок. А ты машину не закрываешь, да? Конечно. Вот он. Вот как, вот как. Наблюдение. Опять тучи. Такой день нехороший. Прямо влияет он. Да, замечательный день-то. А рядом, вот прямо рядом у нас опь. То есть огромный мост. Вы видели его, нет? Да, вот меня вчера возил. Возил? Возил он вчера меня. По мосту везде он меня по городу. По городу провез. Ну, сосед вот ремонтирует дом сгоревшего. Чирыше. Чирыше. Чирышский район, знаете, слышали? Слышала. Ну, это далеко вообще. Это Голубь интересный. Самый отдаленный регион у нас. Везде тут. Самый отдаленный район. Что значит в своем районе это жить, в доме? Вот они там яблони посадили. Там Китай, Казахстан идет. Что-то здесь находят. Китай там недалеко тоже. Это она в гости к вам приехала, да? Там через Горный Алтай. Нет, я в больницу приехала сюда. У меня направление было. Ну, можно сказать, в гости. Да. Зовут их, чтобы они отгостили обязательно. У вас, да? Да. Ну, тем более у них машина тут. Марина очень сильно хочет Горный Алтай посмотреть. Да. А я тоже не видела. Понятно. А ты возил бабушку, где Марина работает? Ну, конечно. Это Краевой суд, где меня судили. В этот музей. Тут меня судили и по этапу отправили в лагерь. А здесь, в этом здании. А это что? Статья какая? Ну, 190 прим. А-то ее нет, вы сейчас убрали. А она что? Что значит? Она гласила так. Распространение заведомо ложных измышлений порощих общественно-государственной строй страны. Потому что я молился, где не зарегистрировано. Издал архипелаг ГУЛАГ выпустил. Игнат Тихоновича везде ездила. Один раз ее на подъем кране подняли над лагерем, чтобы Игнат Тихонович ее увидал. Или не увидал уже? Не увидал. Не успел, да? Не успел. Когда прибежали казахи, сказали. А в это время уже ее охранники оттуда с автоматами согнали. Да. Так это... Она знаете, как его вызвала? Люди его пригласили. Эти, которые в тюрьме. Кран, крановщик, говорит, положил стрелу, а потом поднял автоюр, чтобы она над зоной была видна. И она вот так вот показала. Вот так. А они прибежали, мне показывают, крестят казахи, и говорят, там вас женщина зовет. И они уже знали, что он верующий. Она вот так показывает. И они поняли, что это его... Я когда оттуда-то выбежал, а ее уже нет. Всегда. Это какой был год, Игнат Тихонович? 87-й. 87-й год. Его садили, сколько? Два раза садили. Да. Не говоря о психиатрии. 26 лет психиатрия только мучила. Не, два дня. Думали, что сковырнется человек, и не будет о Боге говорить. А он наоборот, живее всех живых. В два раза больше Ленина уже почти прожил. Интересно, которые меня гнали. Я не вернулся еще. Прокурор умер уже. Пропаганду, что вот это вот так он занимался. Библией, да. Ну там еще Солженицын архипелаг. Вот я показываю на эту сторону, и тут голуби вот. Ну он писал-то вот весь вид мечет. Это серенький умер. Правда он написал, что? Прямо около дома, около, где мы молимся. Он 10 лет, 10 лет он на Колыме был. А вот теперь эти пошли тут, где виноград. А рядом это вот домик, вот это за кустом. Тут окошко первое. Вот я занимаюсь. А это голуби. Это у нас виноград тут поднимать еще надо. Вот это лежит виноград еще. Все, готовы к поднятию. Я тут картошкой все засадил. Ну не знаю, что будет. От крупной зеленой листья ревения. Каждый день орву. С одувальщиком, с луком, с крапивой, с лопухами. Ее выгнали из школы. Вот как из окна все вот тут видно. Надо мне как сидят. И она работала на стройках. Не могла учить, но работать ее везде. Это большой куски калины. Это вот здание, где мы молимся. Вот эти первые окна. Тут у батюшки, это в алтаре. Вот это добоносик. Интересно, голубь, нос какой у него. Порода такая. Сейчас я их призову сюда. Ну-ка, подождите маленечко. Давайте. Гули, 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 гули. Бросил им семечек. Вот они сейчас рядом прям подошли, плотную. Ну, гули мои, гули. Да пришли они, гуленьки мои, гули. Вот прям возле ног моих крутятся. Полметра расстояния. Это вот дубоносик. Какой нос у него. Интересно. Вот это какое счастье. В частном доме жить. Это вообще не сравнишь ни с чем. А тут все частные дома. Большие есть. Ну, все они у меня тут. Семнадцать дней моложе меня только. Да ты что. Да. Баба Люся. Семнадцать дней моложе меня и в одном году. Семнадцать дней моложе меня. Вот какое совпадение. Вот какое совпадение. Это совпадение. А он компьютером занимается до сих пор, а вы говорите не смогу. Сможете. Все сможете. Вот эти книги, помните, я показывал. Он сидит и вот книги. Да, да, да. Вот эти вот книги он сам в компьютере редактировал почти все. Так он сам начитал. Начитал. И он прям говорил, а человек печатал. А много и сам печатал. Вот они, мои голуби, вот они, голубки, слетелися. Столько вопросов, тысячи, тысячи вопросов и ответы. Ну, что-то интересует, что-то он же ищет, что-то его интересует. Ну, его не интересует. Подойду сейчас к пустику, это миндаль. Кто посадил, никто не знает так. Предположительно, что Наталья Николаевна Приходько тут. Она все командовала, все вкрасила. Удивительный человек. Вот все сажала везде. И была тут Надежда Павловна Егоренко, Торбеева в девичестве. И она тут очень много сажала. Вот так. А тот при входе к нам сюда. Это вот яблонька растет. Ну, это такая, как ранетка. Еще тут такого нету. Вот, ветка заметила. А что-то там такое. Интересно. А там вверху коршун летит. Голуби летят. Летом. Чтоб не ощущение. Голуби. Поехали. А где надо.